Сегодня очень хорошее прошло, расширенное заседание нашего комитета. Дни Ульяновской области в Совете Федерации показали, что потенциал региона далеко не раскрыт. Как правило, это бывает довольно часто на заседании комитета, но очень редко бывает вот такая глубокая погруженность в открытые совсем недавно национальные проекты и действующие довольно давно государственные программы. Зачастую бывает, что регион просит комитет оказать помощь, при этом ни проектно-сметная документация, ни готовая, даже не принято решение о разграничении земельного участка под то или иное медицинское учреждение. Сегодня мы понимаем, что, собственно говоря, исполнительная власть региона и законодательная, она должна межведомственно поднимать эти проблемы, потому что нельзя надеяться только на губернатора, который придет и решит вопрос. Сегодня мы понимаем, что вопросы национальных стандартов, национальных проектов, социальная политика, они, собственно говоря, при грамотно проработанных региональных национальных проектах дают некую новую эффективность, потому что мы понимаем, что вновь построенная, например, инфекционная детская больница, она будет устроена по новым стандартам и требованиям. Поэтому это и качество жизни наших семей с детьми, это и взаимодействие, собственно говоря, профилактических мероприятий для семьи в целом, да, и это новый уровень оказания помощи на территории региона без обязательной транспортировки своих граждан в Москву или в другие федеральные центры. Поэтому мне очень понравилась сегодняшняя презентация региона. Они готовы, они готовы ко всем региональным и национальным проектам. Они понимают, в чем именно им возможно сможет потребоваться помощь нашего комитета, как профильного, который взаимодействует напрямую с федеральными министерствами труда, здравоохранения. Но в то же время мы понимаем, что вот эта высокая степень готовности, она позволяет и нам получать лучшие практики от региона для того, чтобы тиражировать их дальше. Потому что вот Палата молодых законодателей, которая существует при Совете Федерации, которая в 2018 году очень активно занималась вопросом летнего отдыха и оздоровления детей в Российской Федерации, она показывала нам очень хорошие наработки именно Ульяновской области. А наработки эти были связаны с предварительной работой по взаимодействию вузовского сообщества, общественных объединений, исполнительной власти региона. И глубокая погруженность вот в эту тематику, она в том числе помогала нам получить лучшие практики. Сегодня мы надеемся, что вот эти лучшие практики в сфере национальных проектов, которые заявила Ульяновская область, они тоже нам покажут новые механизмы взаимодействия с людьми старшего поколения. Потому что вот как подметил сегодня председатель нашего комитета, действительно, вот серебряное волонтерство – это уже довольно раскрученное понятие, да? А вот серебряное правительство – это впервые тот термин, который мы услышали сегодня. Но для нас, людей, которые привыкли к наставничеству, совершенно логично воспринимается опыт людей старшего поколения, когда ведь мы их привлекаем советниками, наставниками в разного рода исполнительные формы и исполнительную власть региона. Поэтому я думаю, что вот активное долголетие с серебряным правительством покажет нам новый какой-то симбиоз и качество жизни для людей пожилого возраста с помощью лучших практик Ульяновской области мы будем выстраивать на всей территории Российской Федерации.